У нас в рамках реализации проекта агента, который уже есть у нас в Рязанской области полгода, в рамках борьбы с продажей алкогольной продукции в несрочнолетнем, уже есть 100% протоколов, административных правил нарушений, наложены штрафы в администрацию города, в казну городского бюджета, внесена сумма порядка 3 миллионов рублей. И сейчас мы уже можем говорить точно о том, что продавцы и работодатели, работодатели, они уже боятся продавать алкоголь несрочнолетним или даже лицам, которым по 20-25 лет они выглядят молодо. Это мы считаем успехом. Успехом в том, что стало труднее и труднодоступнее покупать спиртные напитки у нас в регионе. Разумеется, мы также будем работать по данному законопроекту о топачной продукции. Уже мы встречались с замначальником полиции МВД Рязанской области Фомичевым Валерием Евгеньевичем. Мы обсудили наши планы на дальнейшее будущее, поговорили о алкогольной продукции и о топачной продукции, и о контрафактах, которые есть в Рязанской области. В целом, на сегодняшний день у нас планы такие достаточно долгие, серьезные, но мы понимаем то, что здесь работа не 2 месяца, не 3, не полгода. Она будет долго, она будет последовательной, но в любом случае она будет не просто так. Даже хотя бы человек 15-20 скажет, что от курения, или же молодежь у нас лет с 15 не будет курить, это уже будет успех для нас. В чем это будет конкретно выражаться? У нас будут проведены, как я, сейчас у нас есть рейды противоалкогольные, также они будут на табачном направлении. То есть будем пытаться выявить факты продажи табачной продукции у нас в регионе, потому что они сказали у нас на заседании, то что если продавать не будут, то и курить будет уже нечего, имею в виду несовершеннолетним. И поэтому я думаю, что это будет наша основная работа. Потому что у нас молодые педагоги займутся профилактикой, мы займемся именно работой в этом направлении. И это, мне кажется, такая консолидация усилий наших всех, она поможет избежать и перейти, наверное, к новому образу жизни. Причем сегодня реализуется много проектов и здорового образа жизни, идет пропаганда, и я думаю, что все наши общие проекты, наши инициативы, наши акции так или иначе повлияют положительно на решение этой проблемы. Редактор субтитров А.Семкин